привет уважаемые слушатели здесь в этом видео мы обсудим что такое декораторы питона и приведем реальный реальный жизненный пример использования декоратора нам нужно запомнить пару штук первое что функции в питоне это first class объекты что значит что их можно передавать как аргументы другим функциям и вернуть как return value из других функций это раз и второе что функции можно определять в других функциях эти две штуки надо запомнить эти свойства вследствие того что все функции в питоне это first class объекты объекты первого класса если так попытаться перевести но запомним еще одну вещь что декораторы это тоже функции который как аргумент берут другие функции и как бы служат служат упаковкой оберткой этих функции сейчас на деле попробуем понять что что это значит определяем декоратор функцию декоратор my decorator и передаем как аргумент some function и тут описываем что собственно этот декоратор должен сделать тут принято внутреннюю функцию называть в раппером но естественно вы свободны назвать его как хотите мы определяем другую функцию которая печатает то вызывает переданную как аргумент функцию и печатает что вы думаете да правильно после после и возвращаем этот объект first class object запомните напомните запомните все это собственно наш декоратор сейчас пишем другую функцию some other function и просим у него печатать ну за яс ну погоди Все, у нас есть функция someOtherFunction, которая печатает, ну, заяц, ну, погоди, а сейчас сделаем вот такой финтушан. Just someOtherFunction равно и вызываем вот эту функцию, которая у нас декоратор, и как аргумент передаем, чтобы вы думали, да, вот эту же функцию. И после этого финта ушами, как говорит один из моих друзей, мы вызываем эту функцию, потому что это та же функция, мы же вернули функцию в Rapper же функция. Как вы понимаете, сейчас вызывается не эта функция, а вызывается вот эта функция, потому что мы присвоили значение этой функции с этим аргументом. Кстати, тут нет этих талучек, простите. Этой переменной. И сейчас в этой переменной хранится адрес функции. И запомнили мы уже, что функция в питоне это объект. И объект можно присваивать вот так вот. И сейчас, что вы думаете, что произойдет, если мы запустим правильно? Сначала напечатается до, потом не заяц, погоди, а потом после. Это самое произойдет с любой функцией, которая вот так будет передана decorator functional, то есть функцией myDecorator. Вот это вот такой бесполезненький пример. А сейчас приведем жизненный пример. Слово жизненный любит употреблять другой ноль. Вдруг import. Симпортируем time. Потому что мы собираемся считать время выполнения функции любой. Для этого используют decorator. HaveTimingFunction, который у нас будет decorator. Он будет декорировать сам фалангшен. А декорирование это будет заключаться в том, что он будет считать, сколько длится выполнение вот этой вот функции переданной ей. Для этого, опять-таки, наш врапер будет фиксировать время, когда наша функция будет запущена. Ну, если так совсем четко выразиться. Он фиксирует время, после чего сразу запускает функцию. После выполнения нашей функции он опять фиксирует время. И в конце, как вы понимаете, он будет печатать вот такое. Продлилось, хотя это плохая идея. Все. Это пробел. CastingString. T2-T1. Красиво. Ну, это не секунды. Я не уверен, что это секунды. Вернее, и поэтому просто напишем вот тут значок перевод стратик. Вот, собственно, наш декоратор. Сейчас создадим someOtherFunction, который будет просто for x in xRange. 100.000. Просто будет печатать все цифры от миллиа до 100.000. А теперь сделаем тот же самый финтушан. someOtherFunction, как argument, передадим его же самого. То есть someOtherFunction. вот передать у него я самого и его же самого и и зубим все все он тоже сейчас сосчитать сколько а потому что вот тут мы пропустили он должен сосчитать сколько что еще мы что-то мы какую-то ошибку сейчас допустили не тут не тут а тут и не тут какую ошибку собственно мы допустили на на строке 17 а вот 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 мы не вернули рапер запустим функцию запустим функцию которая считает сколько тлится это все миллион миллион написали ну ничего вот это длилось почти три чего-то может и секунд не знаю проверьте проверьте вот мы поняли собственно еще на жизненном примере что такое декоратор но у пайтона есть так называемый синтактный шугар который позволяет делать вот вместо такого какого-то ушами вот такой простенький трюк перед дефинишеном перед определением функции просто через амперсанта через собачку пишем имя декора 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 и он декорирует эту функцию вот эту вот всю функцию вот этим вот декорейтером то есть если сейчас давайте все таки вот так вот если сейчас запустим ну как видите на на степень меньше там было две целых и девять а тут примерно на порядок меньше то все вот 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 так вы скорее всего встретите использование декоратора во всяких там не знаю в веб-фреймворках но это что то же самое что писать вот так вот это тот же финт ушами но штука собачка это такой синтактик шуга ну все спасибо за внимание если есть вопросы милости милости прошу пишите в комментах лайкните подписывайтесь на мой канал для более моего активного созидания вот таких вот видео если я по-русски правильно выразился пока встретимся